Люди тратят гораздо больше денег и каждый день потребляют больше сладостей и этим же себя больше убивает. Если говорить, какой фирмы брать, это то же самое касательно каких-то витаминов или еще что-то. Нет ни одной хорошей фирмы. Вот, например, треска, да, охлажденная, пожалуйста, 450 рублей килограмм. А здесь та же самая треска, 1100, ну то есть в три раза просто дороже. Орехи. One love, просто лично для меня, потому что полезно, там, без глютена, еще что-то. И такие, о, ну все, беру. Но я раньше 30 ела, 50 у меня. День? За один раз, да. 30. 50. Идем на перец болгарский. Друзья, всем привет, на связи Паночук Николай. Я вас рад приветствовать на YouTube-канале GetFit. И в этом видео мы с вами наберем бюджетную корзину на 5000 рублей полезных и правильных продуктов на неделю. И вы узнаете, что же в этой корзине находится и как нужно правильно набирать корзину. Досмотрите это видео до конца, а мы с вами начинаем покупку. Поехали. У нас три больших категории. Это, естественно же, белки, это, естественно, жиры, это, естественно, же, углеводы. И мы сейчас будем по порядку с вами идти. Начинаем, начиная с полезности, с полезных продуктов. Опять же, нет каких-то прям супер там полезных или супер неполезных каких-то продуктов. Но, как я уже говорил, говорю и буду говорить, что есть три основных нутриента. Они, я думаю, вам всем уже давно известны. Просто не все понимают, что такое белки, что такое жиры, что такое углеводы. И мы сейчас, собственно, будем разбираться. Погнали. То, что мы сейчас будем брать, это даже не то, что бюджетное. Это, наверное, даже уже такое идеальное меню. Потому что я уже говорил во многих соцсетях, что можно по факту соблюдать пропорцию мрота. И 50% от этого мрота как раз то, что уходит на продукты. Где составляет около 7 тысяч рублей в месяц на продукты. И это можно сделать из хороших, качественных, полезных продуктов. То, что будет в этом видео, это идеальное соотношение продуктов белков, жиров, углеводов за вот эти 5 тысяч рублей. И как вы можете питаться. Поэтому первое, с чего, естественно, мы начинаем с вами, это белок в виде птицы. Килограмм составляет в среднем, да, то есть московские цены чуть-чуть повыше, чем, например, в регионе. Но на самом деле не намного. Вот. Если мы посмотрим, например, вот здесь, да, 208. Ну, это хорошая такая фирма еще такая, очень прям даже дороговатая. Можно найти гораздо дешевле. Вот. Здесь, например, уже 230 рублей, да, здесь 280 рублей за полкило. Но в среднем цена на килограмм индейки составляет примерно 300-350 рублей за килограмм. Многие сейчас скажут, типа, антибиотики накачивают курицу, индейку и все остальное. Меня на самом деле немножко это удивляет, потому что люди тратят гораздо больше денег и каждый день потребляют больше сладостей. И этим же себя больше убивает, нежели от каких-то там якобы антибиотиков, да. Есть ли они? Конечно же есть. И никто не спорит. Но просто человек себя ежедневно убивает гораздо больше другими продуктами, нежели, например, курица накачена индейка. Это называется в своем глазу бревна не видеть, в чужом соринку замечая. Вот это то же самое. Потому что сладости, сахар и все остальное гораздо сильнее влияют, чем антибиотики. Если мы уж выбираем из курицы, где меньше всего и так далее, то индейка, у нее чуть больше волокно. И она не требует такого большого количества каких-то антибиотиков, чтобы она быстрее росла и все остальное. Поэтому если вы уж так боитесь, конечно же, выбирайте индейку. Если вы понимаете все рассудность, хотя я курицу ем постоянно, вот, и анализы все нормально у меня, вот, только что недавно сдавал. Каждый из вас выбирает как хочет, да, но я бы сконцентрировал внимание обязательно на птице как качественные источники белка. Очень часто и на этом YouTube-канале я буду говорить, и часто на вебинарах, марафонах я говорю, что костный бульон – это всему голова, и очень много в нем полезных веществ. И так как в таких магазинах, как Ашан, например, да, там, масс-маркет, нет костных бульонов, наборов хороших, но есть хорошая альтернатива. Давайте еще раз, что такое костный бульон, и вот этот набор, который я сейчас скажу, это очень хорошие качественные белки, да, потому что когда вы развариваете это 2-3 часа бульоном, очень много аминокислот, которые помогают в выстраивании кожи, волос, пищеварительной системы. Дальше, это качественные жиры, которые помогают в гормональной системе. Это микро-макроэлементы, медь, марганец, цинк, молибден и так далее. И это можно, внимание, взять, например, смотрите, суповой набор, вот его на неделю хватит, один раз сварить суп из него, и это не надо есть. То есть наша задача – просто сварить бульон, чтобы аминокислоты, жиры, микро-макроэлементы остались в самой воде, и это стоит, внимание, 100 рублей. Есть один крутой лайфхак, рассказываю, да, то есть как экономно взять какой-то хороший качественный источник белка и жира – это печень трески. Понятно, что лучше, конечно же, выбирать его, там, печень трески можно взять, да, печень можно взять, либо икра ментая, вот здесь есть, например, вот она сама, печень ментая. И если мы с вами говорим про хорошее качественное белок, качественные жиры, то вот они, пожалуйста, вам. Единственное, что в составе не должно быть никаких дополнительных сахаров, обязательно это отслеживайте, не должно дополнительно быть каких-то добавок. Максимум, что там может быть какие-то специи, чеснок, травы. И печень трески – очень классный источник витамина А, и помогает в целом работе и желчного, и всей пищеварительной системе, и гормональной системе, потому что жиры равно гормональная система. Консервы вообще балетные? К консервам отношусь очень положительно, да, но, опять же, еще раз, главное, чтобы там не было просто добавок. Люди, на самом деле, не умеют считать состав. Вот если мы говорим про адекватность, очень часто маркетинг здесь, логика вот здесь, да, и на самом деле вся истина здесь. Поэтому очень часто люди такие, о, типа, полезно, там, без глютена, еще что-то, и такие, о, ну все, беру. А что в составе, вообще непонятно. То есть очень часто пишут без сахара в составе, да, все правильно, там сахара в составе нет, зато есть глюкозный сироп или патока. Это то же самое по факту, по гликемическому индексу. Или сироп топинамбру, он сильно не отличается по факту, по гликемическому индексу. Поэтому очень важно научиться читать именно состав, это прям супер важно. То же самое касательно консервов. По поводу рыбы. Смотрите, что заморожено, что охлаждено, практически не имеет разницы в биологической ценности. Если это шоковая заморозка, тем более по факту, так и написано, да, бывает шоковая заморозка. Это значит, что мгновенно там за пару секунд замораживается, она все сохраняет качество. Единственное по поводу рыбы. Не рекомендую брать пангасиус и не рекомендую брать тилапио. Почему? Потому что сама по себе рыба и среда обитания ей не совсем благоприятна и чистая для того, чтобы она насыщалась какими-то полезными свойствами и не накапливала какие-то неполезные свойства. Я очень простым языком, без всяких сложных аббревиатур и всего остального. Рыба то же самое, как и человек. Все, что находится вокруг нее, все, что она ест, той она и становится. Хорошая альтернатива, пожалуйста, треска, пожалуйста, хек, пожалуйста, там, палтус можете взять, да. Вот я, например, треску люблю, если, говорят, брать из белой рыбы. Я очень сильно люблю дорадо, себас, это уже охлажденная рыба. Вот, но если мы берем и замороженный, такой более бюджетный вариант, да, вот, пожалуйста, вам, вы можете взять тунца. Вот, например, треска, да, охлажденная, пожалуйста, 450 рублей килограмм. А здесь та же самая треска 1100, ну, то есть в три раза просто дороже. Ну, она как бы красиво завернута. Понятно, что сексуальнее более выглядит это, но ничего страшного, здесь то же самое, абсолютно тот же состав. И если, опять же, в составе нет ничего добавления и все остальное, здесь как бы нет просто глазурь, вот, то мы можем взять и такую альтернативу. Поэтому здесь просто отталкиваемся от возможностей ваших. Я беру, показываю просто, чтобы вам было понятно. Вот, например, печень говяжья, да, это просто must-have. Почему? Потому что это то же самое, что и касательно костного бульона. Вот, особенно если есть железный дефицит по анализам. Ферритин меньше 50, МЦВ, МЦХ ниже 87-27. Это все мы разбираем как раз-таки на различных каких-то вебинарах, марафонах. И на этом YouTube-канале тоже несколько было видео, обязательно посмотрите. Максимальное количество гемового железа. Гемовое железо – это та форма железа, которая очень хорошо усваивается, если есть железный дефицит. Как мы уже с вами говорили ранее на этом канале, что это не только гемоглобин. И это, прежде всего, ферритин, как самый чувствительный показатель железный дефицит. И вот в таких продуктах печень говяжья, она, во-первых, стоит там 350 рублей, но здесь опять килограмм. Если мы берем на одного человека, ну, килограмм, плюс рыба, плюс птица, плюс субпродукты, яйца мы сейчас еще возьмем. Ну, то есть это довольно-таки много, поэтому здесь много что останется. Вот, хороший качественный источник белка, качественный источник жиров и качественный источник гемового железа. Если вы не любите кошек, вы не умеете их готовить, как говорится, да, и поэтому нужно просто найти свой способ. Можно потушить, да, можно на пару сделать, да. То есть, ну, много разных рецептов, и здесь просто от того, от каких вкусовых привычек можно, ну, у вас есть, и как можно сделать. Со специями, без специями и так далее. Мне, правда, этих яиц на два дня хватит? На два? Да. На два? На три дня? Ну, я раньше 30 ел, а 50 у меня... День? За один раз, да. 30? 50. Ну, это когда, это подготовка, там, трениз, там, три тренировки в день у тебя, у тебя расход в день 5-6 тысяч калорий, плюс еще твой базальный метаболизм, там, около 7 тысяч калорий получается. Там только, ну, я ел уже только без желтков, только белки. Там, что у человека сколько, да? Ну, достаточно, если мы говорим про уровень, уровень как раз-таки холестерина, которого многие боятся, типа, вот, желток, холестерин, страх, бабайка, ай-ай-ай-ай, хватает одного-двух, все, этого достаточно. То есть, норма холестерина поступления в день извне, так как 80% наша печень и 20% как раз-таки должно поступать извне. И это 20% составляет примерно 1-1,5 грамма, да, то есть, и получается, что в одном как раз-таки желтке составляет примерно 300-350 миллиграмм как раз-таки холестерина. Вот, и получается, что 2 желтка вам будет достаточно в день максимум, плюс еще у вас сверху, там, не знаю, печень трески, это тоже насыщенные жиры, плюс еще, например, субпродукты, это тоже насыщенные жиры. Вот вам получается около 1,5 грамм как раз-таки холестерина, а холестерин мега важен для нашего организма. Дальше мы переходим к большой категории жиров, она будет тоже не менее полезна и биологически ценна для нашего организма, как и белки. Вот, поэтому смотрите внимательно, смотрите видео до конца, чтобы понять, что нужно из качественных жиров и что их обязательно не нужно бояться, и что такое вообще холестерин. Как ни странно, вроде жиры переместились в овощи, фрукты, но здесь лежит авокадо, один из таких качественных источников жиров, и мы еще на этом YouTube-канале будем отдельно говорить про авокадо, поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Вот смотрите, кстати, сразу взял, сразу же очень плохой. То есть видите, как выбирать авокадо? Вот если мы возьмем, например, вот этот недоспевший чуть-чуть, да, то есть он твердый, его тяжело продавить, а этот наоборот легко. То есть здесь один плохой, второй плохой. Как выбрать? Должно быть что-то между. То есть должно быть так, что ты нажимаешь на авокадо, а он чуть-чуть начинает возвращаться обратно. Ну, прям чуть-чуть. Это не значит, что вот здесь прям нажимаешь, и все, мятина остается. Качественный источник жиров более подробно в другом видео. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик этому каналу, чтобы не пропустить это видео. Первое. Самое простое правило. 82,5% не меньше. Второе. Никаких растительных жиров, масел в составе. Давайте приведу пример. Вот это, например, Брюс Литовская ОК, 82,5%. Я просто знаю, потому что сам его часто беру. А вот если мы возьмем, например, вот в детстве всегда, так как у меня у родителей не было вообще навыка подбора продуктов, я думаю, многие у вас узнали, во-первых, это спред, а это не масло, да, а во-вторых, растительно-жировое. То есть мы уже сразу понимаем, что здесь в составе есть растительное масло. И здесь такой состав просто вот даже читать не хочется, честно. Ну, как вот такое читать? Просто ужасно. Но я-то прочитаю, у меня-то все хорошо со зрением. Вот. Масла здесь написано растительные, рафинированные, дезодорнированные. То есть откуда в сливочном масле, просто логически даже подумать, есть растительное. Но оно там в целом не должно быть. Вот. И у меня такое полдерства было. Вот. Поэтому не меньше 82%. Чем выше, тем больше сохраняется всех полезных витаминов. И за счет как раз-таки повышенной жирности. Вот. Поэтому лучше брать 82,5% и больше. По поводу фирмы то же самое. Сильно значения не имеет. Просто берите, смотрите на жирность. Очень хороший качественный источник жиров. Влияет положительно, опять же, на производство многих гормонов в нашем организме. Именно качественные жиры насыщенные. Вот. И это как раз-таки те 20%, которые должны поступать к нам в организм из холестерина. Только из внешнего. Да, 80% примерно нашу печень производит. И 20% поступает в краски извне. Если вы хотите узнать в целом, что происходит с вашим организмом. Какие анализы в целом нужно сдавать. На что обращать в анализы крови. Почему, если все в норме, как часто говорят, а у вас состояние не в норме. Вечная усталость, проблемы с лишним весом, сухая кожа, выпадение волос. Или там другие какие-то проблемы. Вы можете зарегистрироваться на наш трехдневный марафон по анализам. Который как раз-таки мы проводим для тех, кому это интересно. Внизу оставляем ссылочку. Можете зарегистрироваться. И мы вместе с вами проведем 3 незабываемых дня. До встречи. На самом деле диетические продукты отдела здесь, конечно же, огромная ватханалия. Просто всего здесь можно просто отдельный, мне кажется, выпуск снимать вообще про это. Но я просто увидел здесь оливковое масло, поэтому на нем заострил внимание. Смотрите, на самом деле любые масла окей. Кроме растительного дезодорированного. Вот все, что продается в отделе масел. Где вот эта олейна, всякая там прозрачных бутылках пластиковая продается. Это просто ересь полная. Любое масло окисляется под воздействием солнечного света. И должна быть только темная бутылка. Орехи. Бан лав. Просто лично для меня, потому что огромный пул и вообще пользы в орехах. И это и жиры, и микро-макроэлементы, и витамины, и вообще красота. Давайте конкретно, что рекомендую брать, да, и что мы берем. Мы берем либо грецкий, либо кешью, либо фундук, либо кедровый, либо пам-пам-пам-пам-пам, где он есть, миндаль. Ну, там можно бразильский, пекан. Пожалуйста, вы можете дополнительно брать. Просто здесь, по-моему, нет их в Ашане, но тоже альтернативой. Пока мы продолжаем набирать продукты, да, нашу корзину, напишите в комментариях, какой продукт ваш любимый, и от которого вы бы прям очень тяжело отказывались, и как вообще вам наша корзина. Напишите в комментариях, нам будет очень интересно почитать, и, возможно, некоторые я даже отвечу, мне будет интересно. Так, третья, последняя категория – это углеводы плюс клетчатка, потому что мы не можем разделить клетчатку отдельно. Вот, у нас клетчатка, понятно, что это является самым тоже важным нутриентом нашего питания. Мы не зря начали с зелени, потому что овощи, по факту, это должно быть именно зелень, да, то есть большая часть. И в меньшей части это какие-то огурцы, помидоры, потому что в основном, когда люди говорят, я говорю, там, что из овощей кушаете? А, ну, у меня с овощами все нормально, у нас огурцы, помидоры на огороде растут, я все добавляю. Но огурцы, помидоры, с точки зрения биологической ценности, имеют очень мало полезных веществ, и по факту там большая часть состоит из жидкости. Поэтому, если мы говорим с вами про витамины, например, да, про клетчатку, мы с вами говорим прежде всего про зелень. Укроп, петрушка, мизуна, корн, рукола, базилик, шпинат. Пожалуйста, применяйте в разных интерпретациях, и будет вам счастье, и с точки зрения поступления углеводов, и с точки зрения поступления клетчатки. Ну, сюда же, конечно же, подходит и листовая зелень, которой здесь нет. Такие горшочки, я думаю, многие из вас видели, да, такие, и там прям большие листы тоже прекрасно подходят. Капуста тоже сюда, но капуста не всем заходит с точки зрения желудочно-кишечного тракта, бывает сдутие газообразования. Поэтому, смотрите сами, петрушка, зелень, кинза, мизуна, рукола, корн, шпинат и так далее, это все более лучше влияет и воздействует на желудочно-кишечный тракт. Дальше переходим к овощам вон туда. Идем на перец болгарский. Дальше, вот что касательно там оставшихся 20-30%, я сказал, что типа 100% овощей, это там должно быть как минимум 50% зелени, в идеале там 70-80%. И оставшихся 20-30% это как раз-таки перец болгарский красный, перец болгарский оранжевый, это морковь, это сельдерей, пожалуйста, да, то есть это имеет больше биологической ценности, витаминов, микро-макроэлементов и так далее. Вот, что имеет меньше биологической ценности, я уже сказал, это помидоры, огурцы, кабачок, баклажан, ну и картошка, понятно, да, мы уже с вами про нее несколько раз говорили. Вот, поэтому дополнительно к этому, к зелени мы берем болгарский перец в разных желательно фруктациях, желтый, оранжевый, красный, морковку обязательно берем, сельдерей обязательно берем, вот, редис можете взять дополнительно, редька, брюква тоже, окей, пожалуйста, не возбраняется. По поводу моркови, вот смотрите, тоже очень частая история по поводу отечественных, там, неотечественных, красивой моркови, некрасивой моркови, я всегда говорю так, что в идеале еда должна иметь свой естественный, детственный вид, и если она имеет, например, какой-то вымытый супер или, там, не знаю, натертый до блеска, то повод задуматься на самом деле. Вот здесь очень относительно к этому моркови, потому что она, скорее всего, выращена в не совсем естественной среде, вот, и, следовательно, она быстро растет и не успевает, там, скочевряжется и так далее. Желательно брать вот такую корявую, косую, вот, что, такую вот морковку, да, странную, потому что она, у нее среда обитания более естественная. Да, понятно, что чернозем, там, и полезных веществ в земле сейчас гораздо меньше, чернозем хуже, но если мы уж выбираем лучше из зол, да, то выбрать лучше, конечно, такую морковь, чем бы выбрать, например, вон ту, вон, красивую, ровную, натертую, вот, если мы посмотрим туда. Поэтому мы берем здесь, тем более она, кстати, и почти в три раза, в два с половиной раза она дешевле. Вот так. Фрукты, 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 фрукты. У нас почти ролик заканчивается, подходит к концу, давайте фрукты разберем, еще и крупы, очень важно, обязательно смотрите до конца. Смотрите, по поводу фруктов то же самое. Немножко отлеснем историю назад, вспомним, как это было сто лет назад, или там, не знаю, несколько тысяч лет назад, наш организм эволюционно был предрасположен к тому, что не готов был потреблять такое количество фруктов, потому что, чтобы добыть фрукты, ему нужно было что? Куда-то идти, лезть на дерево там, или собирать, или еще что-то. А сейчас что? Мы встаем с кровати, да, отрываем свою пятую точку от дивана, спускаемся вниз в магазин, гипермаркет, и набираем себе 5 килограмм яблок. И мы ничего не делаем, мы не тратим ни калорий, ничего. Именно поэтому, опять же, я смотрю на продукты и на фрукты, в том числе, через призму полезности и адекватности поступления фруктозы. Норма фруктозы в день составляет порядком 25 грамм, не более, да, то есть это примерно 2-3 яблока в день. Представляете, как мало? А мы с вами употребляем арбузы, да, ну как же без арбузов? А потом, как же там ананас, фруктики, это же полезно, витамины и так далее. Но еще раз говорю, что перебрать сейчас с фруктозой очень-очень легко, потому что в большом доступности это все. Если у вас особенно есть изменения на уровне поджелудочной железы и инсулин выше 8, то вам большое количество фруктозы просто крайне запрещено. Вот прям правда, потому что это увеличивает уровень элептина. Вот, например, почему многие люди могут съесть поларбуза и даже не заметив это? Потому что в арбузе огромное количество фруктозы, и человек не чувствует такого насыщения, нежели он бы съел, не знаю, даже ту же шоколадку банальную. Почему? Потому что фруктоза не вызывает резкий выброс инсулина, да, и она не чувствуется так, и поэтому нет такого насыщения, и нам легко перебрать. А фруктоза большое количество влияет сильно на печень. Поэтому мы сейчас будем разделять по факту продукты на две категории, где много фруктозы, где мало фруктозы. Яблоки окей, если 2-3 яблока в день, это не критично, поэтому мы относим в целом окей. Дальше, если мы пойдем по поводу яблок, то же самое, здесь желательно не брать там каких-то замудренных. Если есть возможность какие-то отечественные брать, берите отечественные по некоторым причинам. Если вы будете брать фрукты, ягоды, еще какие-то продукты питания, выращенные на вашей земле, то они чуть-чуть будут лучше у вас усваиваться. Опять же, это не панацея, вы не умрете, если возьмете бананы, там, не знаю, кокосы, но лучше, конечно, взять в таком формате. То же самое, вот груши, например, это уже там, где чуть повышенное количество фруктозы, вот, поэтому желательно не брать. То же самое касательно винограда, мы не пойдем туда, но он там есть. Вот виноград с той стороны, большие просто поддоны, и в винограде очень много простых сахаров, это прям вот табу. У нас есть ряд фруктов, которые мы на первом этапе, когда с людьми используем, желательно полностью заменить, потому что, по факту, это просто банальный сахар, и ничего полезного в нем нет. Это относится к винограду, к бананам, к арбузам, к дыню, манго, ананас, это хурма, вот, это большое количество простых сахаров и мало биологической ценности витаминов. Вот, кстати, по поводу бананов, давайте. Вот я и говорил, что то же самое, что очень большое количество фруктозы в бананах содержится и простых сахаров. Вот биологической ценности ноль, да, очень много углеводов, опять же, не рекомендую. Ананасы туда же, не рекомендую. А вот киви, например, очень-очень даже рекомендую, особенно если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Киви по последним исследованиям очень сильно влияет на ослабительный эффект желудочно-кишечного тракта, то есть очень хорошо опражняется кишечник. Поэтому киви прям окей, и очень странно сейчас прозвучит, но я вам рекомендую иногда даже дополнять, с кожуркой можете добавить. Это, опять же, не какая-то панацея, вы там не умрете, если там без кожурки будете потреблять. Нет, просто что в кожурке тоже сохраняется очень много, как раз-таки вот на внутренней стороне очень много полезных веществ. Там кожурой есть. Ну я вообще ем, я всю жизнь ем, правда. Я еще когда начал, ну ладно, всю жизнь, всю жизнь я имею в виду, когда в нутрицологии вот 7 лет питания и так далее начал заниматься, да. Бананы, конечно, с кожурой не надо есть. Дальше по поводу апельсинов, цитрусовых и так далее. Вот опять же, я говорю, что в целом, да, это гораздо меньше имеет фруктозы. Мы с вами договорились, что мы определяем, где больше фруктозы, где меньше фруктозы. Здесь чуть меньше, но здесь чуть больше простых сахаров. Например, если есть варикоз, слабость сосудов, там, проблемы с геморроем и так далее, то желательно минимизировать мандарины, апельсины, потому что они тоже имеют, конечно, сильное влияние на стенки сосудов. И по поводу соков то же самое. Вот если выбирать уж между выпить сок апельсиновый, там, да, даже если он свежевыжатый вами, либо съесть целый апельсин, то, конечно же, лучше съесть целый апельсин, потому что вот эта мякоть, эта мякоть, которая есть, она затормаживает резкий выброс глюкозы. Следовательно, поджелудочно работает гораздо лучше. Если говорить в идеале, в идеале, конечно же, из цитрусовых оставить лимон, грейпфрут, помело. Вот это вы можете оставить. Ну и не из цитрусовых, еще мы говорим про гранат. То есть у нас с вами получается такая категория, что у нас на две части разделены. С одной стороны, то, что нежелательно дополнять, это у нас груши, хурма, банан, ананас, арбуз, дыня, манго. И вторая категория, это то, что рекомендуем. Киви, грейпфрут, помело, лимон, гранат. Пожалуйста, это вы можете все дополнять. Плюс еще отдельная категория, конечно же, это ягод. Да, сюда же тоже к ним относятся. Ягоды очень хороший качественный источник многих клетчатки, краски, там мало фруктозы. Поэтому берем, где он есть, лимон. Вот, лимон. Но это не на неделю, но все же. По поводу фруктов, то же самое, вот как у многих есть, типа, фрейм, что овощи, это огурцы, помидоры. А у меня, например, это зелень. То же самое касательно фруктов. У многих есть фрейм, что это бананы, кокосы, там, не знаю, апельсины, мандарины и так далее. А у меня под словом фрукты подразвивается сразу вот то, что я сказал. Лимон, грейпфрут, помело, гранат, киви и так далее. И плюс ягоды. Большой интерпретации. Ягоды любые. Брусника, голубика, черника, ежевика, клюква, смородина. Пожалуйста, в разных интерпретациях. То есть разные можете использовать. Единственное, что не рекомендую в больших количествах дополнять клубнику и марину. Клубнику больше. Да, малину, ладно. А клубнику нежелательно. Потому что, опять же, там количество фруктозы чуть-чуть побольше. Сколько стоит? Ну, в среднем, вот здесь написано 109 рублей за пачку, здесь 125 грамм. Глубнику, ягоды мои, может, каша. Каша утром, пожалуйста, прекрасный источник. Отдельно, то есть после приема пищи, там, минут через 20-30 можно добавлять. Фрукты вообще нежелательно сразу после еды дополнять. Может, но если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому желательно заменить. Итак, что у нас здесь? Сразу оговорюсь, у нас большой стеллаж. Вот этот стеллаж, я уже говорил, внутри своих курсов. У нас есть большое занятие тоже по макаронам, по продуктам, всему остальному. Я говорю, что вот половина из этого, даже не половина, 8% из этого просто вот так вот и в печку. Потому что это пшеничная мука, разновидность, опять же, с точки зрения производства очень выгодна и добавление. Вот, поэтому кто-то сейчас скажет, типа, правильное питание, это дорого, лучше взять макарошки, там, майонез, пельмешки и так далее. Да, пожалуйста. Просто потом вы проживете большую часть жизни в состоянии выживания, да, как бы прожить следующий день. И в состоянии, как бы, еще больше потратить на какие-то лекарства, там, и все остальное. Поэтому, если мы говорим с точки зрения выгод, вы не проигрываете сильно сейчас, но проиграете потом, если будете брать, например, там, не знаю, пельмешки, макароны и всю жизнь с этим питаться. Вот, потому что наше питание, оно сильно влияет в целом на наше здоровье, самочувствие и так далее. Что рекомендую брать? Гречневая крупа. Да, окей, если мы говорим про отсутствие глютена в рационе, то есть это гречневая крупа, это амарант, это киноа, это бурый, дикий, необработанный рис. Как раз таки, да, вот мы берем крупу, здесь у нас 78 рублей, но 800 грамм вам на неделю, конечно, это будет прям увесисто, с учетом того, что мы сейчас еще возьмем несколько круп. Ну вот, например, да, можно хотя бы вот там рубин взять, да, например, один из вариантов, но это тоже не самая лучшая альтернатива. Вот есть хороший черный рис, бурый, его здесь нет, но он очень часто бывает, я удивлен, что его нет здесь. Вот он вот такого цвета, вот здесь вот, как черненькая такая, зернова здесь вот, вот, и он стоит там порядком 150 рублей, 150 максимум до 200 рублей. Вам пачку хватит там на полторы-две недели, с учетом того, что у вас есть гречка, у вас есть какие-то другие крупы, у вас есть, возможно, бобовые, да, до которых мы сейчас дойдем. Поэтому это тоже прекрасный источник углеводов, и желательно брать в таком формате. Желательно не брать белый шлифованный рис, без разницы, круглый цветом, длинный, это рафинированный углевод банально, если тем более вы его развариваете сильно. По поводу завтраков, да, желательно брать овсянку, ту, которая не... Вот, смотрите, пример приведу, вот, например, уже более-менее плющеная, да, видите, здесь очень много пыли и всего остального. Вот она стоит, кстати, 23 рубля, да, геркулес, вот, 23 рубля, и это стоит 39. Вот здесь гораздо больше клетчатки осталось, и она лучше будет влиять на желудочно-кишечный тракт как раз-таки за счет наличия клетчатки. Вот, и не надо ее варить там, вот здесь написано, там, 30-40 минут, вам достаточно ее поварить там 10-15 минут, она будет немножко жестковатая, но чем меньше вы будете это разваривать, тем больше полезных качеств остается. Это не значит, что надо ее сухую же есть, нет, просто я к тому, что сохраняется больше полезных веществ, любой нагретый углевод влияет, имеет сильное влияние на, в том числе на наши сосуды, на нашу поджелудочную, на нашу печень и так далее. Вот, поэтому, если мы говорим про овсянку, то лучше брать вот такого формата. Иногда бывает без глютена, поэтому ищите пометку без глютена. Пшено, окей, тоже положительно к нему отношусь, можете брать, вот, киноа, тоже относится к категории безглютеновых круп, то же самое, да, киноа я на самом деле люблю. Вот, рис, киноа, и здесь получается гречневая крупа. Дальше, манная крупа, с детства нас всех кормили, типа, манка, все полезно, кашу ешь, будешь здоровый, сильный, это просто сахар, вот реально, прям прям прямая пропорция. Пропорция, просто приведите параллели с сахаром. И если мы с вами говорим про, что это такое, это пшеничная мука по факту, просто измельченная, одна из разновидностей. Булгурх тоже это, и поба, это как раз таки разновидность пшеничной муки, вот. И последняя категория, она относится такое и к углеводам, и к белкам больше, да, но с точки зрения гарнира, потому что качество белка, конечно, сильно уступает именно в бобовых, нежели, например, рыбе, птице, там, яйцам и так далее. Вот, не пытайтесь набрать хорошие белки именно с этих продуктов, вы их все равно не доберете. Я не против вегетарианства, но пока я не видел ни одного человека вегана, кто пришел ко мне спустя год-полтора, это важное условие, потому что первый год у всех все хорошо, а потом год-полтора, симптоматика, анализы, и все, и сразу видно все по анализам. Вот, с хорошими показателями. И поэтому качество белков невозможно добрать с вот таких вот продуктов, но в качестве гарнира очень даже окей. Единственное, что не совмещайте его с говядиной, с бараниной, со свининой, там, если у вас есть в рационе, да, желательно свинь, конечно, вообще не потреблять, но все же, вот, потому что довольно-таки сложное пищеварение. С легким белком, это рыба, да, либо вообще прям желательно можете убрать его, и тогда будет вашему желудочно-кишечному тракту окей. Так, ну что, мы с вами набрали корзину, я думаю, что вам было полезно, поэтому эта корзина на самом деле, она даже не на неделю, некоторые продукты останутся на вторую неделю, и второй момент, который я хотел сказать, что это идеальная корзина, потому что из этого можно еще убрать, где-то что-то сэкономить, найти и так далее, и вопрос, и вот это возражение, что правильное питание, это дорого, ну, это просто заблуждение, остается убеждением, заблуждением и так далее. И мы с вами, я вам показал, как, собственно, за счет тех же трат, которые человек тратит на какие-то булочки, шоколадки, конфеты, там, алкоголь и всего остального, можно качественно питаться, и при этом, чтобы наше тело производило энергию, было здоровым, красивым, устроенным. Поэтому ставьте лайк этому видео, если вам было полезно, обязательно подписывайтесь на канал, и до встречи в следующем видео. С вами был Панасюк Николай, пока!